всем тихого утра на этот раз в нашем традиционном голосовании под видео больше всего комментариев было за польский союз аномального грибничества а значит пришло время погрузиться в тайны польских грибов темные леса всегда были для человека местом полным чего-то опасного и неизведанного и как обычно находятся люди которые связывают свою жизнь с тем чтобы познать эти тайны научиться видеть то что другие не замечают пан владимир был именно из таких людей он знал польские леса как свои пять пальцев тропинки овраги были буквально его домом и конечно он любил собирать грибы однажды он получил письмо в котором ему было предложено вступить в организацию которая называется польский союз аномального грибничества для вступления было всего лишь необходимо пройти определенный тест и найти гриб под названием ветреный трубач гриб который несет существенную опасность звук издаваемый этим грибом крайне опасен для человека тот кто услышал грибную песню неизвестным образом становится носителем спора этого организма превращаясь в инструмент для размножения ветреного трубача собрать образец этого гриба пану владимирше не удалось ведь на тот момент гриб был уже обозначен как сепи 173 пл и охранялся фондом сепи небольшой участок леса где он рос был превращен в зону содержания горе грибник быстро оказался в комнате допросов фонда где из него вынули всю информацию и обработали амнезиаком так стало известно об организации псаг польский союз аномального грибничества однако во время содержания этого гриба в лесу фонд наткнулся не только на псаг но и до другую позже в 2017 году в охраняемый участок леса проникли два человека оба имели защиту для слуха они также были пойманы фондом и допрошены оба оказались культистами так называемого шипинянского культа причем наиболее радикальным его течением некрошипинянцы радикальные сектанты грибники некроманты только в польском сепи и кстати именно поэтому содержать какие-то секретные объекты открыто в труднодоступном месте это самый логичный вариант если ваша задача ловить тех кто что-то там знает поляки шарит так сказать в отличие от многих авторов которые настолько любят прятать любую фигню в подземном бункере что это уже стало клише на уровне дарьи донцовой а занимались эти страшные люди тем что похищали бездомных и при помощи них устроили целую плантацию ветреного трубача живые разносили споры гриба а мертвые служили для непосредственного выращивания грибов в их телах бездомным вообще как-то не очень везет с грибами еще в 2005 году полиция польского города гданьска задержала группу бездомных которые были поражены и буквально пропитаны странного вида грибами фонд сепи разумеется перехватил группу задержанных и провел свое собственное расследование в результате которого был найден целый дом целиком поглощенные грибами в этом доме было обнаружено письмо с заказом на поиск этого гриба и его описание в каталоге псак где было написано что гриб способен аномальным образом функционально заменять собой материал любой конструкции он может заменять собой и элементы зданий и даже кости человека подобные находки продолжились в 2012 году полиция задержала некоего януша подозревая его в том что он состоит в какой-то банде среди его вещей было найдено письмо как и в случае с владимиджем написанная тайной грибной организации из него мы узнаем что януш выиграл в состязании сбора грибов и стал агентом именно таким странным образом псак набирают сотрудников агенты этой организации получают заказы на сбор определенных аномальных грибов общаясь с самой организации через бумажные письма фонд сепи установил наблюдение за этим человеком и в какой-то момент он получил задание на поиск особого гриба который телепортируется от человека пытающегося его собрать чутко реагируя на его температуру этот гриб был передан янушем фонд сепи где он стал объектом сепи 057 пл иногда объекта относящиеся к этой организации обнаруживаются и более обыденным способом 2 декабря 2014 года полевой агент фонда зашел в ресторан и там он заметил нечто аномальное чай который он там взял не охлаждался а напротив стал со временем только теплее потому для допроса был вызван владелец заведения ведь кругом аномальные рестораны имброуза в конце-то концов во время допроса директор ресторана передал агентом фонда письмо в котором ему было предложено купить особые грибы которые должны были магическим образом делать любую жидкость постоянно горячий этот товар был изъят и получил обозначение scp 127 пл оказалось что этот гриб действует крайне странно когда температура жидкости в которой он помещен опускается ниже 30 градусов появляется фигура в капюшоне в красной маске которая нагревает напиток ровно до 45 градусов у этого объекта довольно трагическая история ведь 45 градусов это температура какого-то древнего мальчика в момент его смерти но детали я вам рассказать не смогу потому что сложно понять смысл написанного на неизвестном тебе языке пользуясь только машинным переводом хотя вообще читая польский язык и зная несколько старорусских слов можно в целом понять большую часть написанного помимо названных фонд scp в польше содержит на сегодня 14 аномальных грибов свойства которых недостаточно интересно для присвоением номера scp например мухомор пятна на котором напоминают логотип фонда scp это и разные грибы имеющие странные формы меняющий цвет а также грибы с каким-то простым эффектом например в одном случае находящиеся поблизости люди слышат пение в другом игру на барабанах в других различные фразы некоторые грибы могут перемещаться при помощи разных конечностей в общем добре в ходе своего расследования польский филиал фонда установил что союз аномального грибничества это очень старая организация которая существует с конца 19 века в нее входило множество известных людей тогдашней польши а сама организация была устроена наподобие крупной коммерческой конторы советом директоров и его главой председателем которого еще иногда называют президентом каждый директор отвечает за свое определенное направление и фонду стало известно о шести из них это и направление сбора аномальных грибов это их исследование этой продажи продуктов из них борьба с чрезвычайными ситуациями выполнение задач которые ставит лично председатель и управление персоналом все серьезно у польской грозы грибов у союза грибников есть свой собственный способ ведения документов по каждому аномальному грибу выпускается небольшая брошюра из которой можно узнать все необходимые факты такие брошюры раздаются всем кто сталкивается с тем или иным грибом и их чаще всего перехватывает фонд раз в год эта организация проводит ритуальный праздник сбора урожая на котором устраиваются различные грибные мероприятия виде своеобразных игр победители которых могут рассчитывать на статус полноценного участника союза аномального грибничества а также стать его агентом во время кульминации праздника сбора люди которые оказываются достойными вступить в псаг встречают главу организации которого по какой-то причине никто не может описать и запомнить для большинства агентов это оказывается единственная встреча с кем-то из руководства и далее они лишь получают письма большая часть этой организации состоит из самых обычных людей которые отлично лишь тем что способны заметить в лесу чуть больше чем все прочие это действительно обычные люди без какой-то супер экипировки оружия фонд в большинстве случаев ведет наблюдение за агентами псаг без каких либо проблем и часто перехватывает письма которыми ведет сообщение внутри организации самая большая и наверное единственная тайна этой организации это кто такой этот председатель и как ему удается оставлять письма практически в любом месте всегда оставаясь незамеченным и неузнанным ну и конечно что же он такое делает со всеми этими аномальными грибами заговор грибников остается под завесой тайны так что кто знает что замышляют люди идущие в лес заниматься этой тихой охотой когда я только сел делать это видео мне вспомнился тот польский грибник из коллекции алекса сиев который гонялся за грибом мимиком из видео про криптидов мерлин а вроде бы никакой явной связи с персонажами псаг нет но примечательно что именно польша и именно сбор странных грибов совпадение ли это поначалу мне удалось найти только то что многие традиционные праздничные польские блюда приготовлены из грибов и соответственно их сбор это особое традиционное занятие а грибная ярмарка всегда была событием для любого города в этой стране а еще самый главный польской эпической поэме начала 19 века под названием пантадеуш сбора грибов было уделено особое внимание при этом это занятие показаны не только как традиционное дело но и дело не лишенные доли мистики у каждого гриба есть характер и личность а сам процесс поиска и сбора грибов это таинственный ритуал для всех его участников вокруг которого ходит множество поверье и легенд особое отношение к грибам отражено даже в польских законах в этой стране и список грибов которые можно продавать с описанием каждого из них что немного отличается от картотики грибов польского союза аномального грибничества то есть да в псаг наверное не стоит искать какого-то особого скрытого смысла ведь эта организация основана на культуре фольклоре и традициях самой польши на отношении к грибам которая сильно отличается от многих западных стран в большинстве из которых грибы собирать в лесу вообще не принято и как обычно оставляйте комментарии под этим видео о каком явлении из мира SCP мы поговорим в следующем подобном видео ну и как вообще относитесь к сбору грибов тоже расскажите я вот хоть и не поляк а несколько раз своей жизни ходил в лес за ними всем пока а